Дорогие друзья, уважаемые мои подписчики, обожаемые, рада вас приветствовать на своём таро-терапевтическом канале. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Кто или что мешает вам быть вместе? Давайте посмотрим наличие негативной программы на вас, либо на партнёре, либо на ваших отношениях, либо это кармические препятствия, либо это козни недоброжелателей. Давайте посмотрим, что нам покажут сегодня. Итак, дорогие, вариант будет один. Точнее, это видео без вариантов. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Подумайте о человеке, который вам интересен, о своём любимом мужчине, если смотрит мужчины, о своей любимой. И приступаем. Видео нужно смотреть от начала и до конца. Итак, диагностика. Сначала посмотрим, что вообще показывают на вас и на ваши отношения. Есть в отношениях момент отдаления, и кто-то из вас пытается спрятаться, пытается залечь на дно, скажем так, и холит или леет свою печаль, горе, переживание. Есть момент надлума. И сейчас важно найти правильное решение, сгармонизировать ситуацию. У многих, дорогие, происходит ещё такой момент ожидания, возможно, длительного ожидания, вынужденного ожидания. Ни время поступков, ни время принятия решений, и ситуация достаточно неясная. И мы видим, что здесь идёт некий кармический след того, что было сделано заранее. Сейчас идёт уже как бы результат. Результат то, что было сделано. Сейчас вы пожинаете плоды своих поступков. Ваш партнёр то же самое, да? Или между вами было что-то сделано, что-то сделано. И многим просто не хватает гармонии, стабильности не хватает. Не хватает твёрдости внутренней, эмоциональной, целостности не хватает, да, своё собственной. Может бросать в разные состояния, так называемое состояние, как на чаши весов. И что перевесит, да, негатив или позитив? Мы видим, что сначала всё более-менее зависит от вас, но в силу вступают ещё законы кармы и некие следствия ваших предыдущих шагов. То, что было сделано вами, оно сейчас вот в состоянии проверки, да, Что же, как же вырулить-то, в плюс или в минус? Давайте посмотрим вашего партнёра. И заодно посмотрим наличие негативной программы. Потому что нам показали вашего партнёра как человека эмоционального, но незрелого. На данный момент он не может сам, самостоятельно как-то выйти, что-то чётко сказать. У него есть процесс обнуления. И связано что-то с женщиной, королевой Пентаклий. Сначала всё идёт более-менее, да, и под конец мы видим старшие арканы. То есть трансформация, она, как знаете, хочет он что-то делать, не хочет, Но ситуация всё равно выходит на тот уровень, когда происходит трансформация. Когда без изменений дальше уже нельзя. Возможно, здесь есть ситуация расставания с женщиной, королевой Пентаклий. Давайте посмотрим негативная программа. На что обратить внимание? Опять баланс и равновесие, девочки. То, что нам говорит восьмёрка, старший аркан. Вы видите, да? Причём это идёт на фиолетовую чакру. То есть действительно есть по практике, могу вам сказать, всё, что связано с коронной чакрой, также может говорить о воздействии магическом порче, наведении негативных программ различного характера. И вы уже видите аркан созидания и аркан молитва. То есть, да, здесь однозначно есть негативное воздействие. Лимоны как символ очищения. Нужна чисто, нужна защита. Созидательная энергия. Мы видим здесь изображена шаманка. Негативная программа могла быть наведена. Также здесь возможно снятие этой негативной программы с помощью мастеров. Возможно, девочки, у кого-то из вас есть дар. Тоже может этот оракул говорить о присутствии у вас природного дара. Вхождение внутреннего баланса и внешнего выздоровления и очищения. Вот что требуется. И также с помощью заговоров и молитв. Далее. Давайте посмотрим вас. Общий расклад. И тем не менее, попробуем выявить причину. Что на вас сейчас мы видим? Рыцарь Пентаклий. Девочки, туз кубков. И также туз жезлов. Восьмерка кубков. Многие из вас ищут счастье, готовы уйти из тех отношений, которые имеются на данный момент сейчас у вас. Может быть, кто-то живёт с нелюбимым человеком. Кто-то в одиночестве ищет своё счастье. Находится, пребывает сейчас в данный момент в одиночестве. А кто-то устал от отношений непонятных. То есть у вас разные ситуации. Девочки, у вас очень хорошие шансы на одержание победы, на любовь, на чувство, на победу чувств. Но для этого вам нужна поддержка. Вам самим нужна поддержка. Возможно, даже кому-то финансово нужно помочь. Или застабилизироваться, чтобы у вас была помощь дружеская. Или нужно поддержать ваши планы, проекты. У вас очень хорошая активность. Мы видим, что, скорее всего, негативная программа всё-таки на вашем партнёре. И давайте посмотрим момент, что нам ещё скажут оракулы. На что обратить внимание? Самоуважение, дорогие. Самоуважение. Оранжево-жёлтое кресло. И этот оракул говорит о том, что вы сами можете притягивать в свою жизнь людей, которые доставляют вам неприятности. И вам нужно действовать, чтобы что-то обрести. Здесь нужно почувствовать энергию. Энергию Божественной Любви. Вы сами притягиваете те события, предметы, людей, которые не вписываются в вашу картину мира. Вот что говорит данный оракул. Энергия Любви Божественной, энергия жизни. Также это чакра свадхистана, женская сексуальная чакра. Ну и мужская тоже. Но, тем не менее, здесь большая энергия скрыта. И само уже слово самоуважение. Я так понимаю, что вы должны понять, каждый для себя, что означает для вас это послание. Любовь к себе, ценность самой себя, здесь также речь идёт об этом. Нужно себя любить, уважать, верить, что вы можете гораздо больше, вы можете быть более счастливы, и вы вообще достойны любви и счастья. Вам нужно работать над повышением энергии, особенно вот в данном энергоцентре. Вера и… Девочки, ну мы здесь видим уныние. У вас большая связь с иными мирами, скажем так. Очень высокая духовность. Иногда вы даже можете быть, ну, со стороны можно назвать вас практически монашкой. В некоторых моментах, то есть вы можете сами себя спрятать от внешнего мира, бояться раскрыть свой потенциал, свою сексуальность. Возможно, человек к вам, а тот человек, который к вам пришёл, раскрыл ваш потенциал. Но теперь идёт диссонанс между верхом и, так скажем, низом. Нет гармонии. Нужно сгармонизировать вверх и низ. Высокие вибрации и более сложные низкие вибрации. Но никто не говорит, что здесь нижний астрал с вашей стороны. Вы просто могли запасть на человека, о котором спрашиваете, и помогаете чистить его, забирая на себя частично негативную энергию, негативную информацию, либо плохую карму, как ещё говорят, да, можете брать на себя частично. Не буду вам объяснять всё, кто захочет, у кого резонирует. Пожалуйста, обращайтесь на индивидуальный приём, потому что сейчас мне придётся на общем просмотре тогда очень-очень много нюансов объяснять, рассказывать, как должно быть или что это может быть. Вы должны понимать, что это просто нереально в рамках общего просмотра. Итак, стоит ли вообще общаться с этим человеком, если ничего не менять? Ну, не чиститься, допустим, да? Не противостоять негативу. Мы видим карту выбора. И королева чаша перевёрнутая, вы теряете свою энергию, вы можете помогать, вы можете любить человека и пытаться ему помочь. Постоянное состояние стоять перед выбором, постоянное состояние, что нужно делать, выбор. То есть здесь идёт некое угнетение вашей собственной энергетики, вашего личного потенциала, как любящей женщины. Вот эта поддержка, о которой уже говорилось. Мужчина, о котором вы спрашиваете, должен обязательно что-то вкладывать в ваши отношения. Обязательно. Человек может быть женат, может быть несвободен. И он не может выйти из семьи, из семейных отношений или из отношений с соперницей. Также здесь речь идёт о том, что он пытается помочь или должен вам помогать, как-то вас поддерживать. Но от этого вам не жарко, не холодно, дорогие. Ваши перспективы, они… Возможно, вы что-то можете в социуме, да? Вы можете как-то продвигать свои планы и идеи, но ваше сердце холодно, вам хочется любви, вы не получаете того, что на самом деле достойны. И семёрка чаш нам говорит о заблуждениях, о иллюзиях, о неправильном выборе. И ещё. Быстрые действия, перемены, которых вы, возможно, ждали, к сожалению, не будут иметь успех на ближайшее время. Вот это ситуация, если не происходит ни чистка, ничего, вы просто всё как есть оставляете. Ну и если вы находитесь в этих отношениях. Давайте просто посмотрим, если вы постараетесь выйти из этих отношений, ну или хотя бы начнёте чистить саму себя, да, заниматься практиками, целительскими, либо молитвами и заговорами, очищать себя. Ну, можно и мужчину. Давайте с вас начнём всё-таки. Что будет? Что будет? Дорогие, сначала не будет, сразу хорошо не будет. То есть мы смотрим более конкретно на вещи. Вот эти вести или какие-то действия, которые хотелось бы, да, чтобы какое-то позитивное изменение началось, движение, позитивное, полезное движение, здесь вступает, видите, королева мечей, дама пик, соперница. Здесь идёт некое противодействие, и она закрывает пути, дороги. И также, чтобы вести, да, к вам доходили, может общение ваше перекрыть с этим партнёром, может воздействовать так, чтобы вы не виделись, не встречались всячески. Это даже при том, если вы начнёте. То есть с самого начала, но успех, успех будет. Ну вот он, сразу я немножко вперёд запеку. Нужно будет время, длительное время какое-то, но успех будет. Но надо заручиться поддержкой высших сил и настроиться на длительное время, на улучшение. Улучшение возможно, но для этого потребуется время. Итак, мы видим здесь карту разбитого сердца, что говорит и о треугольниках, и различных проблемах сердечного плана, о предательстве. И мы видим здесь принцессу Жезлов, дорогие. То есть ваша энергия вам в помощь. Мы видим здесь не королеву, но принцессу. С одной стороны, это юная особа, деятельная. Энергия у неё юная. То есть вам нужно восстанавливать свой энергопотенциал, о котором мы уже говорили, несмотря ни на что. Нужно вспомнить себя, если вы постарше, в том возрасте, когда энергия кипела ключом, если вы молодая девушка, то вам вообще прям вот по энергетике как раз восстановление у вас немножко побыстрее пойдёт. Девочки, ещё что. Есть некие нарушения в стабильности, и тем не менее у вас в любом случае крепкий дом, крепкая дружная семья, либо на выручку придут ваши близкие. Восьмёрка Пентакли говорит о том, что вы можете переключиться на работу, на любимое занятие, на хобби. Возможно, даже у кого-то в этот период возникнут новые отношения. Может быть и так. Но это кропотливый труд. Даже ваши изменения, но возможно, у вас, девочки, есть способности, от которых мы говорили. И вот это приключение с этим мужчиной, это также ваша трансформация личностная. Для того, чтобы ваша душа выучила урок, и, возможно, открылись ваши способности, ваш дар, открылись, заиграли новыми красками. Девочки, и ещё. Вот здесь колесо некое есть, как бег по кругу. Оно будет ещё какое-то время. То есть у вас вот этот день сурка, он будет. Надо просто настроиться на то, что не бывает так, чтобы сразу, с одного раза всё получилось. Но терпение, упорство, дисциплина и труд творят чудеса. И также волшебство, надо верить в чудо, в волшебные сигналы природные, знаки Вселенной читать. Тогда вы можете побеждать злопыхателей. Но становясь, во-первых, сами, сами для себя лучше. Начинаем всегда с себя. Всё-таки процесс, если вы возьмётесь за своё духовное развитие, и реальные методы очищения, они разные бывают. Это тоже, если вы захотите, можете обращаться на индивидуальный приём. Там я вам поведаю, что и как, лично и персонально для вас. То есть здесь всё равно будет позитив, будет улучшение. Есть надежда на светлое, прекрасное будущее, на звёздное, на прекрасные, чистые, яркие звёздочки. На вашем небосклоне они уже сияют, но они ещё станут ярче. И, скорее всего, вы даже забудете о ваших проблемах, которые испытываете здесь и сейчас. Дорогие, я понимаю, что нужно делать видео на позитив, но пока по запросам больше, конечно, проблем, переживаний и слёз ваших. Но ничего, девочки, каждый человек приходит так же, как и вы в судьбу другого человека приходите с какой-то миссией. Все мы и доноры, и вампиры время от времени, и также учителя и ученики друг для друга. Но вот здесь история с негативной программой, она имеет место быть. Для тех, кому эта тема важна и интересна, для вас, конечно, это видео и этот просмотр, но в первую очередь. Благодарю всех, кстати, кому нравятся мои видео, и вы слушаете, даже если вообще тема не ваша. Но я вас взаимно обожаю, дорогие. Большие вам обнимашки. Итак, давайте ещё посмотрим вот что. Можно ли защитить ваше отношение сейчас? Можно. Дорогие, для этого, смотрите, у вас прям старшие арканы идут, 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 идут. Три старших арканы из четырёх. Смотрите, здесь сила императрицы. То есть, да, при наборе вот вашей личной энергии, начинаем с себя, повторяюсь, при вашем личном очищении и сознательной работе над собой, вы набираете силу и энергию, да, вы можете противостоять. Вы можете сами быть, ну, неким щитом, скажем так. В ваше поле будет приятно заходить, чтобы кто-то будет и излечиваться, кто-то будет к вам идти просто вот, потому что вы такая, с красивыми вибрациями, с чистыми вибрациями, да, с хорошей энергией, энергетикой. Дальше мы видим, что здесь идёт тринадцатый аркан, аркан смерти, то есть что-то умирает и что-то возрождается, да. Этот процесс, он цикличный, и он происходит постоянно. То есть здесь есть старую шелуху или кожу. Сбрасываем, как лягушка, да, сбрасывает и прекрасная царевна, императрица. Получается волшебная красота, да. Есть момент внутреннего созерцания и вынужденного бездействия, но это как раз тот момент, когда вы, возможно, займётесь собой. И вот мы видим здесь у нас аркан, правосудие, да. О чём мы говорили, он постоянно сегодня появляется. То есть это некие кармические действия, которые вы делаете для того, чтобы, ну, бороться с этими, кто-то с граблями, да, кто-то с негативными программами. Кармическая здесь идёт отработка, и вы сами могли в постели привлечь к себе некие неприятности, но также вы с этим можете справиться. Обратившись к мастеру или самостоятельно, здесь уже вам решать, а можно и совместить как бы, да. Девочки, кстати, по части обучения, кто хочет обучаться в моей школе, ведьм. Давайте сейчас посмотрим. Вот так вам бонус 3 аркана. Выбирайте первый, второй, третий. Выбрали? Первый. Девочки, здесь обязательно нужен вот эта четвёрка, да, мечей, она уже нам выходила. Внутреннее созерцание, работа над собой. То есть вынужденное бездействие – это уход в себя немножко, да, и развивать свой потенциал. Вам действительно нужен отдых, нужна перезагрузка. И что касается обучения, то да, всё получится, вам нужно сил набирать. Здесь нужно работать над очищением и в энергоканалах, связанное с улучшением вашей энергии. Девочки, вот здесь идёт что-то по роду, родовое, здесь есть места силы у кого-то, где вы можете брать энергию. Здесь вы притягиваете родственные души. Ситуация может быть тоже кармическая с таким человеком. На обучении, в принципе, здесь очень даже. Может быть, и здесь, мои дорогие, вот у вас очень большой этап завершён. Нужно поблагодарить вообще за всё, за все уроки. Здесь, конечно, мастера. Вот здесь очень сильный аркан, кто выбрал. Вы, в принципе, скорее всего, будете очень даже готовы обучаться и практиковать. Скорее всего, вы уже стали на пути, может быть, кто-то даже инициации различные получал. То есть здесь у вас также очень-очень-очень хорошие потенциалы и возможности, и способности, я надеюсь. Но более точно можно уже будет сказать на индивидуальном приёме. Всё, что нужно для этого, пишите в WhatsApp. Я оставляю под каждым видео контактные данные, да, и можно будет сделать диагностику ваших способностей. И, возможно, эта ситуация как раз-таки даст вам толчок и приведёт вас к раскрытию вашего потенциала. То есть ничего не делается просто так. Особенно, когда вы попадаете в ситуацию, где есть негативные проблемы. Ну что, дорогие, я надеюсь, сегодняшняя наша встреча была для вас интересна, полезна, взаимности, саморазвития, самопознания и открытия для себя новых прекрасных знаний. Надеюсь, вы с удовольствием ставите лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Мне всегда приятно их считать. И до новых встреч. Пока!